Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Добрый вечер, в эфире Енисей Новости, меня зовут Надежда Винокурова И в начале выпуска коротко о главных событиях дня Он все-таки заражен Медики официально подтвердили, что в Красноярске есть первый инфицированный коронавирусом Особые меры врачи показали и рассказали, насколько готовы инфекционные отделения Эксклюзивные кадры из БСМП Людей убили собаки Следственный комитет сообщил о результатах экспертизы тел еще двух погибших красноярцев Пьяная за рулем с детьми Автоинспекторы задержали нетрезвую женщину, которая везла двух мальчиков и девочку 60 тысяч спичек и более двух лет кропотливой работы Красноярец создал огромную модель парусника Он все-таки заражен Минздрав Края официально заявил, что в Красноярске есть первый инфицированный коронавирусом Как мы уже сообщали, это накануне показали предварительные тесты А сегодня стали известны результаты анализов, полученные из Новосибирского центра «Вектор» Они подтвердили первоначальный диагноз Состояние пациента удовлетворительное Он находится в полной изоляции в больнице Напомню, мужчина на днях вернулся из Австрии и почувствовал недомогание Он сам позвонил врачам и сразу прошел обследование Минздрав сообщает, что определен круг лиц, с которыми пациент контактировал в Красноярске Их взяли под медицинское наблюдение Пациентов с коронавирусом готовятся при необходимости принять красноярские медучреждения Сейчас по так называемому спецрежиму работает стационар инфекционного отделения больницы скорой помощи В ней находятся первые зараженные, а всего здесь могут разместить больше 120 человек Нашей съемочной группе эксклюзивно показали, как выглядят палаты для таких больных Подробности у Анастасии Тиль Это инфекционный корпус больницы скорой помощи Здесь все готово к приему пациентов с коронавирусом Для обычных людей эта территория всегда закрыта Свободно передвигаться по коридорам могут только врачи-инфекционисты Нас сюда пустили в порядке исключений на очень короткий срок Выдали вот такую одноразовую защиту Это не только бахилы, халат, но и шапка, чтобы все волосы убрать Ну и, конечно же, еще один главный атрибут – это защитная маска Личный контакт с пациентами только в защитных костюмах Очки, перчатки, фартук – всего 9 деталей Для возможных больных коронавирусом освободили целый корпус Всех остальных пришлось разместить по-другим Корпус инфекционный перепрофилируется для приема лиц контактных по коронавирусу С подозрением на инфекцию коронавируса Обычный профиль инфекционный Мы перепрофилировали терапевтический корпус То есть общие терапевтические пациенты переведены в другие лечебные учреждения Подозрение на коронавирус было у 32-х человек Диагноз не подтвердили Оказалось, типичное ОРЗ Но в отделении они останутся до полного выздоровления Здесь готовы принять 120 человек В крайнем случае смогут разместить и больше Вот так выглядит палата для пациентов Здесь, в принципе, есть все, чтобы провести в изоляции как минимум две недели От микроволновки до чайника Во многих палатах, кстати, есть даже телевизоры Но и в каждой обязательно отдельная ванная комната Вай-фай в отделении нет, но это и не санаторий Питание четырехразовое Еду пациенты тоже получают без контакта с персоналом Бокс закрывается И пациент изнутри, не контактируя с буфетчицей Забирает В обратном порядке Дается грязная посуда В режиме особой готовности здесь работают независимо от штамма вируса Но такой биозащитный костюм пока примеряют лишь для тренировок Как правило, их используют специалисты лаборатории и медики при инфекциях высокой степени заразности Поскольку, как таковой коронавирус является разновидностью вирусных инфекций респираторных Общий алгоритм работы не меняется в инфекционной службе То есть, паники нет Каких-то особых, так сказать, алгоритмов, методик тоже нет Осмотр, обследование, при необходимости лечение Полоты реанимации сейчас пустуют Сюда попадают самые тяжелые больные У каждой койки аппарат искусственной вентиляции легких Ведь коронавирус поражает дыхательные пути Но врачи надеются, что нашим пациентам это оборудование не понадобится Анастасия Тилио, Максим Галат, Енисей Новости И сегодня в нашем крае введен режим повышенной готовности к распространению коронавируса Такое решение принято региональным правительством Кстати, перед заседанием многие его участники даже здоровались не по-особому, не за руку Видимо, чтобы себя обезопасить К такому новому способу все отнеслись с пониманием Сейчас в России уже почти сотня заболевших За сутки их количество выросло в полтора раза В крае создана специальная рабочая группа, которая постоянно отслеживает текущую обстановку Теперь правительство сможет оперативнее реагировать на любые ситуации Возможно, мы перестраховываемся Возможно, мы переоцениваем угрозу Но мы считаем, что бездействие в этой ситуации категорически, фатально, гораздо более опасно Даже если в этой ситуации нас за излишние меры будет критиковать население Это все-таки будет лучше, чем если мы будем преступно беспечны Также в правительстве отреагировали на сообщения о том, что в некоторых магазинах люди начали массово скупать продукты и товары первой необходимости Министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов призвал жителей не поддаваться панике Запасы большие, еда не закончится Из продовольственной группы товаров только 10, в принципе, это те продукты, номерования продуктов, которые не производятся в регионе Остальные, основная группа товаров производятся в регионе И здесь считают, что никакого ажиотажа в части отсутствия этих товаров первой необходимости в торговых сетях и моноформатной торговли не будет Разные меры безопасности сейчас принимаются повсеместно Концерты и спектакли отменяют Театры и Краевая филармония ушли на карантин На досрочные каникулы отправлены школьники Студенты учатся дистанционно А маршрутчики как могут стараться защитить пассажиров Что делается, чтобы никто не заболел, выясняла Екатерина Павленко Сейчас отменили спектакли только до конца марта, до 31 числа Для зрителей это настоящая драма Все постановки в театре имени Пушкина отложили до лучших времен Одни переносят поход на ближайшие месяцы, другие сдают билеты Людей много приходит и, соответственно, есть шанс заразиться буквально Все просто, мало ли что будет Лучше, как говорится, бережет, а Бог бережет В театре говорят, жаль, что самые зрелищные премьеры сорвались Но лучше не подвергать опасности горожан В период карантина есть над чем работать, будут репетировать Конечно, мы потеряем какую-то часть денег Но я еще раз хочу сказать, что все-таки здоровье наших людей дороже Отменили все концерты и в краевой филармонии Деньги, закупленные билеты готовы вернуть полностью Особые меры во всех учреждениях и на транспорте Как только утром мы в 6 часов принимаем автобус, все протираем Маршрутки не могут встать на карантин Водители и кондукторы спасаются от заразы, как могут Несколько раз в день протирают антисептиками поручни и двери Конечно, боимся, это же страшно Мне это страшно, например, даже за себя Не только там, за детей и внуков Многие в масках, однако, на всех не хватает Их нет в аптеках Автопредприятия закупили специальные таблетки Для приготовления дезинфицирующего раствора Такая баночка стоит 800 рублей Ее хватает на пару дней Но перейти на более дешевые средства санобработки нереально Мы хлорка, естественно, не притеряем, потому что хлорка, во-первых, она очень едкая И получается, что автобус не проветришь То есть он же сейчас дезинфекцию сделал Открыл окна, двери Проветрил автобус, потому что сейчас будут пассажиры То есть ему все про все 20 минут А хлорка будет пахнуть и пойдут жалобы опять Заметно упал и пассажиропоток Видимо, многие решили никуда не ездить без крайней необходимости Перевозчики уже жалуются на убытки А вот Красноярский парк, кроев ручей, наоборот, денежные потери не пугают Там в два раза снизили цены на билеты Но все экспозиции в помещениях и теплые кафе закрыли Никого близко не подпускают к животным Учитывая, что у нас большая концентрация животных Мы должны ни в коем случае не допустить случаев заражения нашей коллекции Ну и, конечно же, большие числа посетителей Например, в замкнутых помещениях Представляют определенную опасность, угрозу Мы запрещаем любое кормление животных на территории зоопарка На красноярских столбах закрыт туристические и сервисные центры В городе школы объявили о досрочных каникулах А вот детсады пока работают в прежнем режиме Детские сады работают, так как невозможно приостановить Родители у нас все равно ходят на работу Но по решению родителей, каждая семья сама определяется Идет ребенок в детский сад или нет То есть здесь свобода выбора родителей Между тем, большинство красноярцев сохраняют спокойствие И живут, как обычно Говорят, сложно обезопасить себя Вы знаете, вчера попыталась найти маску в аптеке К сожалению, не нашла Мою руки с мылом каждые 15 минут И советую всем своим знакомым так же делать Мне кажется, что это не поможет Если он пойдет, этот коронавирус, то это не спасет Боюсь Почему? Ну, потому что вроде бы в зоне риска В основном, то, что мы все здесь муравейники, автобусы Так или иначе, любые контакты С ручкой, дверью и все остальное В общем, сложно уберечься Красноярцев просят соблюдать нехитрые, но эффективные меры безопасности Носить маски, чаще мыть руки По возможности избегать скоплений людей И вообще пореже выходить на улицу А при любых симптомах, кашле, насморке, температуре Немедленно обращаться к врачу Екатерина Павленко, Иван Дорофеев, Енисей, Новости В Красноярске и других городах края устраняют последствия штормового ветра Он бушевал накануне вечером и прошедшей ночью бед наделал много В Канске сорвало крышу кадетского корпуса, а также обшивку балконов и некоторых построек В Красноярске на улице Сергей Лазо тополь упал на автомобиль На Ленина порывы снесли элементы световой иллюминации А на Лесопарковой сорвало крышу шиномонтажки К счастью, обошлось без пострадавших, водители успели затормозить и объехать упавшую железную конструкцию В соцсетях жители города сообщают об упавших дорожных знаках и ограждениях О снесенных шумоизоляционных экранах и поврежденных остановках Неприятно, конечно, было, потому что подоконники, кондиционер, все на улице ходуном за окошком ходило Ну и в принципе ехать тоже было так не очень приятно Я ехала вчера по четвертому мосту, но просто машину качала Холодно, конечно, я всю ночь, у меня жали, здесь балконы вылетели, и я всю ночь их ловила Природа, ничего не поделаешь Ну а страшно не было? Страшно, конечно, все, гудела, швыряла Но ничего, переживем, мы рассибиряки Между тем, синоптики обещают, что такой же сильный ветер поднимется и завтра Все службы города перевели на усиленный режим работы К другим темам Пьяная за рулем с тремя детьми Автоинспекторы на улице Пограничников в Красноярске задержали женщину, с которой ехали мальчики 9 и 16 лет и 15-летняя девочка Об иномарке, совершающей подозрительные маневры, сообщил неравнодушный красноярец Когда ближайший экипаж остановил машину, выяснилось, что 36-летняя дама не трезва А свидетельствование показало 87 сотых промилле Это примерно соответствует бутылке вина Женщина сказала, что она с детьми поехала искать мужа, который отправился на рыбалку Инспекторы увезли машину на штрафстоянку А нетрезвые матери сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних Ну я думаю, что самое страшное то, что где-то же она находилась В рамках сейчас административного расследования проведем расследование, проведем проверку Выяснить, где находилась Самое страшное то, что я думаю, что никто не превратил ее дальнейшие действия То есть она же где-то находилась и тоже видела, как она была в каком состоянии Каких она обсадила ребятишек и куда она поехала Людей убили собаки В следственном комитете подтвердили, что еще двоих красноярцев насмерть загрызли бродячие псы Ходившая в городе версия о том, что в городе орудует какой-то маньяк полностью отметена Напомню, в феврале на правобережье с интервалом в несколько дней Обнаружили пять тел с рваными ранами Все люди по предварительной версии умерли от кровопотери после собачьих укусов Но по городу тут же поползли невероятные слухи о серийном убийце Полмесяца назад объявили результаты экспертизы по двум погибшим Сегодня еще по двум Вердикт специалистов один и тот же И 75-летний мужчина, и 49-летняя женщина умерли от массивной кровопотери, вызванной укусами бездомных животных В настоящее время остается в производстве еще одна экспертиза по факту смерти мужчины в Ленинском районе Расследование уголовных дел продолжается Коммунальщики Лисосибирска вышли на борьбу со снегом, льдом и водой Подробности через пару минут Медведь бизнес авто предлагает своим клиентам уникальную программу продаж сертифицированных автомобилей с пробегом Toyota Tested Главные преимущества программы это автомобили без дефектов не старше 5 лет Полностью обслуженные и подготовленные к эксплуатации С постгарантийной поддержкой 2 года Крепкая семья это настоящее счастье Вокруг столько заботы и нежности Всегда хочется побаловать родных Особенно когда качество выше цены и так доступно КМК все на своем месте Как всегда Варикоз это прогрессирующее заболевание С осложнениями в виде язв и тромбов В Альфа клиник пенсионерам скидка 15% на лазерную операцию 202-9801 Партизана Железняка 26А Курорт озера Карачи это экологически чистая зона Воздух насыщенного нами солей Минеральная вода и лечебная грязь Акции и скидки делают отдых доступнее Освоение новых горизонтов это путь к успеху Яркий кроссовер FAV X80 Неповторимый стиль Современная система безопасности Превосходная динамика FAV Эмоции обретают характер Вода, лед и снежные глыбы Именно так сейчас выглядят большинство улиц Лесосибирска У коммунальщиков Аврал они не успевают вывозить подтаявший снег и очищать дороги Городские власти бросили клич Там срочно набирают помощников Андрей Давыдов расскажет подробности Вот уже несколько часов бригада коммунальных работников пытается откачать огромную лужу на центральной улице города Но маленькая помпа просто не справляется с потоком Талые воды с каждой минутой прибывают И машины сейчас напоминают катера и пароходы И вот в таком вот состоянии сейчас находится большинство улиц Лесосибирска Я, например, не рискну перейти через вот эту подъездную дорогу И чтобы добраться до своего оператора, мне придется строить небольшой мосток А по-другому никак не перейти Там, где солнце еще не успело растопить сугробы, ситуация ничуть не лучше Вот здесь, например, вчера была непролазная снежная каша Ночью она замерзла и превратилась в ледяные глыбы Попрыгав по колдобинам, горожане выставляют свою оценку качеству городских дорог Отвратительно, потому что улицы нигде не чистятся Особенно боковые улицы где Вообще это сложный вопрос Качество противно, видите, как прыгаем Нехорошее Сейчас все коммунальные службы работают в авральном режиме А из городского бюджета выделили дополнительные деньги Но снега на улицах города по-прежнему очень много Поэтому в борьбе с вестением бездорожьем власти Лисосибирска ищут союзников На сегодняшний день администрация обратилась к предприятиям города и частному бизнесу За помощью организовать зачистку улиц города Многие предприятия откликнулись на эту просьбу За эту неделю мы постараемся город очистить от снежного покрова Идущее в Лисосибирск похолодание дает небольшую отсрочку коммунальщикам Но у них есть всего несколько дней, чтобы убрать весь снег Иначе улицы снова зальет Андрей Давыров, Динар Саримов, Енисей, новости Конституционный суд России признал президентский закон о поправках Конституции Соответствующим действующему основному закону и демократическим стандартам Рассмотренные возможные новшества включают в себя и норму об обнулении президентских сроков Владимира Путина Судьи сочли, что это положение не затрагивает принципы политической конкуренции Поправки гарантируют главе государства лишь право на участие в выборах, а не победу в них Следует из заключения инстанции Теперь свое слово должны сказать жители страны на всероссийском голосовании Предполагается, что оно пройдет 22 апреля Поправки будут считаться одобренными, если их поддержит более половины проголосовавших В Красноярском крае на смену сельсоветам приходят муниципальные округа Теперь вместо председателей сельских депутатов проблемы населения будут решать районные власти и сами жители Чиновников меньше, а эффективность больше, уверены сторонники нововведений Евгения Шелковникова узнавала о преимуществах новой системы и о том, как сейчас живет Северо-Енисейский район Который первым перешел на укрупненную структуру самоуправления Так нам легче решать вопросы какие-то по освещению Даже вот зимой по уборке снега Я как председатель поехала, попросила, нам почистили улицу Вот уже четверть века жители Северо-Енисейского района сами решают, где построить детскую площадку, а где отремонтировать дорогу В каждом селе здесь вместо депутатов народные команды По-другому ТОСы – территориальное общественное самоуправление Сельсоветов и председателей нет и в помине Бюрократии меньше, а эффективности больше, уверены местные Как мы пришли к тому, что нужно создавать ТОСы Люди приходили с различными проблемами, с инициативами Мы разъясняли людям и на собраниях трудовых коллективов, и на улицах в частном секторе Что вопросы можно решить все Но можно прийти просто в администрацию попросить, чтобы сделали А можно самим включиться в работу Посмотреть на то, как работает муниципальное образование без раздутых поселковых и сельских администраций Съехались гости со всего края Среди них и депутаты ЗАГСобрания, и местные власти из других районов Кое-где уже переняли опыт северо-енесейцев Так называемая муниципальная округа с одним крупным центром управления Создали в Пировском, Шарыповском и Тюхтецком районах Для небольших территорий это самая приемлемая форма И надеемся, что таким образом мы сконцентрируем и бюджет населения И лучше будем использовать этот бюджет для населения Внедрять ли такую укропненную систему управления повсеместно? Большой вопрос, ответить на который должно население Далеко не везде местные жители готовы распустить депутатов и председателей А затем объединиться в ТОСы и решать проблемы собственной территории Очень легко с помощью такого инструмента, с помощью такого образования, как муниципальный округ Извините, начисто угробить местное самоуправление Вот начисто, все будет решаться в центре, все будет решаться директивно Инициатива жителей нужна, она не нужна Вопрос второй, мы вас спрашивать не будем, мы все сделаем так, как считаем нужным сверху Что-то у вас там в маленьком поселке находится, нам в общем-то неинтересно И это самый большой риск этого Депутаты законодательного собрания убеждены, создавать муниципальные округа нужно не везде А только в отдаленных районах с низкой плотностью населения А вот в территории, где есть инициативные и активные сельсоветы Обязательно нужно сохранять прежнюю систему самоуправления на благо жителей Евгения Шелковникова, Енисей, новости О муниципальных округах сегодня пойдет речь и в программе интервью Гость в студии, первый заместитель председателя законодательного собрания Сергей Попов Эфир сразу после этого выпуска в 21.05 В нашем крае готовятся к запуску на орбиту первой частной ракеты О таких планах объявила Национальная космическая компания Она занимается развитием частной космонавтики в России Уже прошли первые огневые испытания реактивного ракетного двигателя Который, кстати, полностью создан на 3D принтере Такого в стране никто не делал После небольшой доработки планировались повторные ресурсные тестовые запуски будущего сердца ракеты Но этому помешал экстремально сильный ветер Испытание пришлось сдвинуть на начало апреля Итогом ресурсных огневых станет испытанный готовый двигатель для второй ступени легкой ракеты-носителя Дальше больше Национальная космическая компания сообщает о почти фантастической задаче Уже в этом году начать под Красноярском строительство Сибирского космического центра А также произвести два запуска на высоту 15 и 100 километров Это первый шаг к созданию частной ракеты-носителя «Сибирь» Которая сможет поднимать груз весом до тонны на орбиту в 400 километров Доставка спутников на орбиту, обслуживание спутников – это большая работа И главная наша задача – это создать ракету-носитель, то есть средство доставки Сейчас мы к этому идем У нас разрабатывается большая работа по проектированию ракеты Я думаю, что летом уже будут полностью готовы документы технические для изготовления ракеты-носителя «Сибирь» И пойдем уже к предприятиям договариваться о производстве Проектировать первую частную ракету Национальной космической компании Помогают студенты и преподаватели Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева Для них это уникальная возможность поучаствовать в реальных полевых испытаниях и проверить теорию на практике В дальнейшем именно они смогут работать при запусках частных аппаратов в космос Студенты участвуют и в разработке, и в изготовлении моделей ракеты Мы сделали модель, которая 1 к 15 Запустили ее, есть видео, показали возможность использования такой ракеты с любой точки, с любого мобильного старта Но сейчас следующая тема у нас, мы хотим ее увеличить еще больше делать, 5-метровая Но закончится все тем, что полетит настоящая ракета в территории Красноярского края, чего не было еще Носители от нас не летали пока Огромная модель парусника из спичек Как долго красноярец строил этот необычный корабль, расскажем через пару минут Санаторий юбилейный в городе Железногорске приглашает вас на семейный отдых со здоровлением Специальные лечебные программы для детей и взрослых Подробности по телефону 8 39 19 72 72 72 В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день Любава, мой любимый крем Варикоз это прогрессирующее заболевание с осложнениями в виде язв и тромбов В Альфа-клиник акция Прием хирурга-флеболога с УЗИ за 1000 рублей 202 98 01 Партизана Железняка 26А Товарищ, слушай и запоминай Мебель доступную каждому на Калинина 43 покупай Весь ассортимент не перечесть Цена минимальна А это нужно учесть Все купи на Калинина 43 60 тысяч спичек и больше двух лет кропотливого труда Красноярец создал огромную модель парусника и выставил ее на продажу Таким спичечным кораблем уже заинтересовались общественные заведения и даже музеи Как и зачем этот парень по крупицам строил модель, знает Елена Сенькевич Это вот ванты, то есть это приходилось все на картоне натягивать все нитки Вокруг каждой завязывать узелок, потом проклеивать Наверное с этим я только просидел практически месяц Вот он, полутораметровый парусник, на который Роман потратил 2,5 года своей жизни Корабль полностью сделан из спичек Их здесь 60 тысяч Вес почти 5,5 килограммов Моделирование, хобби парня А сам он работает поваром До этого пробовал сделать спичечный домик, но терпения не хватило Три часа, один коробок готов Я психанул и сжег тот домик Изначально хотел сделать парусник в несколько раз меньше Но из-за того, что собирал корабль без схемы, дизайн менялся на ходу Разбирать и собирать пришлось с десяток раз Говорит, увлекся так, что работал и днем, и ночью Рекорд около полутора суток без сна Но после стольких стараний парусник все-таки решился продать Дома его хранить просто как бы негде То есть изначально делал для себя просто как бы попробовать А когда доделал, понимаю, что хранить просто пылится Думаю, лучше продать, может быть, действительно куда-то музей какой-нибудь выкупить Жалко просто отдавать Свою работу Роман выставил за 50 тысяч Он подсчитал только все спички, литры клея, несколько метров наждачки Семь сточенных канцелярских ножей и прочие материалы обошлись в 30 тысяч Приходил в ларек, говорю, спички есть, мне достают один коробок, выкладывают Я такой, мне все достают 3-4 там коробка, 3-4 упаковки Я говорю, еще есть, они такие, нету Я говорю, мне тогда все, я побежал дальше Вот, и я бегал просто 6-7 ларьков за раз, чтобы их накупить как можно больше И бежать домой вымачивать Необычной конструкцией уже заинтересовались некоторые бары, тату-салоны и даже столичные музеи Цену считают оправданной, труд кропотливый, мы убедились Вот такой корабль я, конечно, точно никогда, наверное, не соберу Но как минимум небольшую часть хочется попробовать сделать Например, ну, можем попробовать повторить вот такую деталь Здесь меня уже ждет небольшая импровизированная мастерская Попробуем? Конечно Сильно опасно руки в клее испачкать? Нет, за исключением получения ожога нет ничего более опасного Действительно Это оказалось не так-то просто, но зато, смотрите Почти ровно и почти без клея лишнего У тебя лучше получается Спасибо Ну, если я сдалась довольно быстро, то Роман останавливаться на достигнутом не собирается Теперь хочет сделать модель черной жемчужины и подумывает построить копию Хогвартса И, похоже, у него все получится Елена Синькевич, Александр Ильхов, Енисей, Новости Пытался по максимуму повторить На этом у меня пока все Дальше вас ждет блок полезной информации Прогноз погоды на завтра А я с вами не прощаюсь До новых встреч в эфире Увидимся На производстве кипит работа Здесь делают современные окна и не только Стоит ли говорить, что в этот шоу-рум съезжаются не только обычные покупатели, но и дилеры Чем он так хорош? Да все просто 200 квадратных метров выставки Здесь собраны всевозможные образцы по свету и фактуре Задумали окно у себя дома сложной формы? Вам именно сюда, в современные окна Арки и трапеции, дизайнерские оконные ручки, автоматические входные группы, балконное остекление из алюминиевого профиля и теплый балкон из ПВХ Для сада и огорода, тепличные системы и даже зимний сад Но это еще не все Такие автоматические уличные ворота устанавливают не только на частных территориях, но и используют в промышленных целях Гаражный вариант тоже имеет автоматическую систему Все для комфортного использования Производственная компания «Современные окна» приглашает в оконный шоу-рум Телефон 277-55-11 Прогноз погоды в Красноярском крае представляет строительная компания «Сиблидер» Жилье в Красноярске от надежного застройщика по доступным ценам Месяц весенних скидок от надежного застройщика Жилой комплекс «Новый Кленовый» в экологичном районе Красноярска Только 10 квартир со скидкой 2000 рублей с каждого квадратного метра «Сиблидер» 18 марта в Турканском районе на юге Таймыра и Февенкии облачность На большей части территории ожидается снег Ночью от минус 13 до минус 26 градусов Днем от минус 3 до минус 17 В северной группе районов Красноярского края облачно Повсеместно снег с дождем Ночная температура от минус 12 до минус 15 градусов Днем 0,2 В восточной части региона переменная облачность Ожидается снег и дождь Ночью от минус 9 до минус 14 После полудня до плюс 4 В центральных районах Красноярского края преимущественно облачно Осадки в виде снега и дождя Ночью от минус 5 до минус 10 градусов После полудня до плюс 4 В западной группе переменная облачность Повсеместно пройдет снег с дождем Ночью от 0 до минус 8 В светлое время суток плюс 2, плюс 5 На юге Красноярского края облачно Местами с прояснениями и осадками в виде дождя Ночью от 0 до минус 7 градусов Днем от плюс 4 до плюс 8 В Красноярске 18 марта облачно с прояснениями Пройдет небольшой дождь В темное время суток до минус 8 градусов Днем до плюс 6 Ветер юго-западный 7 метров в секунду Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова